Добрый день! 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 То есть пациент акцентировал внимание на том, что появилось у него именно это после операции. Ну и вот, соответственно, после проведенного обследования непосредственно в данном случае у пациента мы не выявили классического кислого рефлюкса. Пациенту была подобрана терапия по-другому. Это был вариант функциональной изжоги. Поэтому пациенту были назначены препараты не столько ингибиторы протонной помпы, сколько вот здесь были подобраны ему достаточно легкие антидепрессанты, прокинетики. Ну и, в общем-то, достигнута положительная динамика. Как еще один вариант, когда тоже можно это исследование использовать. Также обратилась пациентка на прием. Состояние после гастроктомии, прогрессирующая потеря веса, часто эпизоды аспирационного ночного рефлюкса, рецидивирующие пневмонии. Она обратилась на прием с целью решения вопроса о необходимости реконструктивной операции. Почему? Потому что на фоне назначаемой терапии, больших дозировок ингибиторов протонной помпы, регуляторов моторики, без положительной динамики, по КТ множественные в легких очагиве воспалительного характера. Данных за рецидив нет. Ну, то же самое. Мы решили, что все-таки рационально будет пациентке провести это исследование. По результатам исследования, основной заброс, естественно, у пациентов после гастроктомии, он не кислый, он щелочной. Поэтому назначение ингибиторов протонной помпы в данном случае оно нерационально, в связи с чем пациентке была отменена терапия. Назначены были прокинетики, регуляторы моторики. В течение года у пациентки была достигнута положительная динамика. Пациентке изменили образ жизни. Пациентке, соответственно, прошу прощения. Пациентке был изменен образ жизни. Даны рекомендации по питанию. И в течение года была достигнута хорошая положительная динамика. Оперативное вмешательство не потребовалось. То есть вот таким способом подбора консервативной терапии плюс изменения образа жизни, плюс каких-то еще вещей, мы достигли положительного эффекта. По основным направлениям терапии у данной группы пациентов, ну, как я уже выше сказала, это коррекция недостаточности питания, коррекция анемии. Обязательно формирование каких-то новых пищевых привычек и хотя бы образа жизни у таких пациентов. Симптоматическая терапия, ну и дальше такая точечная терапия в зависимости от наличия симптоматики. По поджелудочной железе кратко скажу, что здесь нужно о чем помнить, что даже небольшие вмешательства на поджелудочной железе, особенно если когда пациент получает дополнительное еще химиотерапевтическое лечение, могут вызывать экзокринную недостаточность поджелудочной железы. И которая может сопровождаться достаточно выраженной симптоматикой у пациента. Вот опять же приведу пример клинической демонстрации. Обратился на консультацию пациент, соответственно новообразование БДС. Пациенту выполнена была гастропанкреатодуоденальная резекция. На момент осмотра под вопросом было прогрессирование основного заболевания. Но почему? Потому что за последний год пациент потерял порядка 30 килограмм от веса. На момент осмотра жалобы на выраженные отеки, жидкий стул до 20 раз в день, остенизацию. Пациент был полностью обследован. Данных за, соответственно, рецидив основного заболевания было не получено. В то же время у пациента по анализам была выявлена тяжелая степень внешнесекреторной ферментативной недостаточности. После коррекции которой у пациента в течение 4 последующих месяцев отмечалась стабилизация состояния с прибавкой массы тела более 10 килограмм. И, соответственно, стабилизация клиник-лабораторных показателей. То есть об этом моменте тоже помним для себя, его как-то помечаем. Отдельная достаточно сложная группа больных – это пациенты с синдромом передней-нижней резекции прямой кишки. Почему? Потому что кроме того, что у нас есть травматизация сфинктерного аппарата прямой кишки, естественно, нарушение и происходят и микробиоты внутри кишки, нарушение аноректальной физиологии. С чем такие пациенты обращаются? Это, естественно, в первую очередь трудности с удержанием кала и газов после позывов на дефекацию. Это частая фрагментарная дефекация. То есть когда пациент начинает опорожнение кишечника, пациент не может остановиться до тех пор, пока не произойдет полное опорожнение кишки. Для пациента это достаточно сложно, потому что зачастую этот процесс может занимать часы. Помним, что для диагностики на сегодняшний день у нас есть аносфинктерометрия, которая нам позволяет оценивать функциональное состояние мышц анального сфинктера и тазового дна. Оптимально это исследование проводить до момента планируемого оперативного вмешательства, чтобы нам оценить уже тогда реабилитационные потенциалы, имеющиеся проблемы, и, естественно, приступить к этапу реабилитации как можно раньше после операции. По основным направлениям терапии это на сегодняшний день бостерапия и тибиальная нейромодуляция. Обязательно таким пациентам нужно подключать и лекарственную терапию, как я уже выше сказала, это могут быть и какие-то регуляторы микробиоциноза. И нужно понимать, проходил пациент лучевую терапию или нет, потому что, естественно, когда на недержание накладывается, допустим, последствия лучевого колита или проктита, то симптоматика становится более выраженной. То есть это комбинированная терапия, это, естественно, и психологическая коррекция, то есть, скажем так, комбинированная терапия по данному направлению. Кратко по лучевым поражениям кишечника. Ну, что мы должны только помнить, что они могут возникать как в процессе лечения, так и сразу после окончания лечения, так и в течение года, и иногда на практике даже больше после окончания лечения. И пациенты приходить могут с различными жалобами в зависимости от локализации процесса, в зависимости от того, куда была проведена лучевая терапия. О чем еще нужно здесь обязательно помнить? О том, что, например, у женщин после операции на малом тазу, когда удаляется матка, меняется архитектоника малого таза, петли кишечника уходят вниз. И в этом случае они могут попадать в разметку. И, скажем так, зона поражения может быть выше предполагаемой или планируемой. И об этом тоже нужно обязательно помнить. Жалобы, с которыми приходят пациенты, это, естественно, и анальная инконтиненция, и боли по ходу кишечника, и могут такие тяжелые колиты сопровождаться парезом кишки. Когда вот на практике у меня был пациент, который попал в стационар с клиникой острой кишечной непроходимости, в результате обследования, естественно, данных получено не было, но был тяжеленный парез на фоне воспаления. Поздние лучевые поражения точно так же обращаются пациенты и с вторичными циститами, в том числе на фоне послучевых колитов. Выделение крови слизи скаловыми массами. О чем здесь нужно помнить, что обязательно нужно таких пациентов лечить и смотреть, потому что осложнения достаточно длительные. Осложнения могут быть достаточно тяжелыми, начиная от перфорации, заканчивая формированием свещей, особенно когда мы говорим про нижние отделы. По диагностике это стандартно компьютерная томография, что мы на ней увидим, или магнитно-резонансная томография, утолщение стенок кишечника. Соответственно, если мы говорим про прямую кишку, про анус, мы можем проводить аноскопию, но обязательно мягким аноскопом, для того чтобы оценить состояние слизистой и также спрогнозировать необходимую терапию. По препаратам достаточно большой выбор препаратов у нас на сегодняшний день. По срокам ограничения терапии нет. Усмотрим по состоянию пациента, по состоянию слизистой, по ответу на терапию и лечим, собственно, до победного конца. То есть, вот как показывает практика, до тех пор, пока у пациента не купируются жалобы, и пока мы не увидим положительную динамику. Я вижу, что мое время заканчивается уже. К сожалению, не успею рассказать очень многих других вещей. Говоря про нутритивно-метаболическую терапию, про нутриционную поддержку, и касаясь потери массы тела, на сегодняшний день... Сейчас, прошу прощения. Причин терять вес у наших пациентов очень много, начиная от оперативного вмешательства, проводимого лечения. Это, естественно, и обязательно нужно помнить про системную воспалительную реакцию. По активности нутриционной поддержки сегодняшние последние рекомендации говорят о том, что от максимально активной нутритивно-метаболической терапии на первичных этапах лечения мы уходим до минимальной активности, когда мы говорим про палеотивную медицинскую помощь. И, соответственно, выживаемость пациентов составляет, по рекомендации, менее трех месяцев. Но здесь мы больше все-таки должны ориентироваться именно на состояние самого больного. По препаратам мы можем использовать, опять же, как энтеральное, так и парантеральное питание. Активность нутриционной поддержки, как я уже сказала, при терапии, соответственно, в палеотивной медицине уже не оказывает значимого положительного эффекта. Поэтому она должна использоваться скорее как поддержание качества жизни больного. И, соответственно, единственное, вот еще о чем я бы хотела кратко сказать, что данная терапия, она должна быть обязательной нутриционной поддержкой на всех этапах лечения пациента нашего онкологического. У нас в диспансере была в течение четырех лет проведена уникальная, первая в России программа амбулаторной нутритивной поддержки онкологических больных, когда наши пациенты с локализацией голова, шеи, желудок, пищевод получали препараты лечебного питания с целью предотвращения и купирования недостаточности питания. И за указанный период более трех тысяч человек было обеспечено препаратами лечебного питания. Осуществлялось это все в рамках заключенного госконтракта. На сегодняшний день, к сожалению, пока программа приостановлена, но мы надеемся, что возобновится финансирование, и мы все это продолжим, потому что истощенный пациент не только хуже реагирует на лечение, мы все знаем корреляцию в том числе между болевым синдромом и снижением веса и, собственно, так далее. Время мое закончилось, моя презентация будет, я так понимаю, в прямом доступе, да, Ла Алексеевна? Поэтому, если есть какие-то вопросы, то, соответственно, с удовольствием на них отвечу. Продолжение следует...